Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа о вести Карачаева Черкесия в студии Мураджан Кюзов. В Карачаево-Черкесии отметили десятилетие Крымской весны. Праздничное мероприятие прошло в региональной столице. Напомним, что в марте 2014 года по итогам референдума более 95% жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. Тему продолжит корреспондент Артур Мхце. На этих фотографиях краткая хронология событий, которые предшествовали Крымской весне. Экспозиция, подготовленная Республиканским краеведческим музеем, возвращает к тому моменту, когда Крым и Севастополь стали частью России. Государственный совет Крыма, они сами знают, они непосредственно принимали участие, как это все происходило, что нужно подсветить, что нужно показать. Они знают лучше всех, и мы остановили свой выбор именно на их фотографиях. О значимости событий десятилетней давности говорили многие из тех, кто посетил праздничное мероприятие. Это воля изъявления народа Крыма о воссоединении с Российской Федерацией было правильным со всех сторон. То есть чаяния людей, которые там жили, которые десятилетиями хотели быть вместе с Россией, это осуществилось. Сегодня полуостров приобретает облик российских городов, тысячи километров дорог, новые школы, детские сады, медицинские учреждения. Все это строится сегодня в Крыму. Но, к сожалению, не все в мире разделяют нашу радость. В этот день на большом экране Госфилармонии также были показаны важнейшие эпизоды событий десятилетней давности, которые, как говорили участники мероприятия, привели Крымский полуостров в родную гавань. А затем представители разных поколений и сфер деятельности стали свидетелями красочного музыкального действа с участием артистов. Звучавшие со сцены песни как нельзя лучше демонстрировали эмоции людей, сумевших в трудный период времени выбрать тот путь, который привел их в состав Российской Федерации. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Артур Махце, Мурат Муков, Вести, Карачаев, Черкисия. Региональный этап по профессиональному мастерству ежегодно собирает десятки студентов нашей республики. На базе колледжа индустрии питания, туризма и сервиса прошел второй день испытаний в поварском деле. Конкурсанты проявили свое мастерство, удивили, порадовали и накормили экспертов. Подробнее расскажет Дарья Тендит. В кулинарном поединке скрестили ножи и разделочные доски пять студентов-конкурсантов. В течение четырех часов участники, согласно конкурсному заданию, готовили три модуля блюд. Это соус майонез, амюзбуш, равиоли с начинкой и десерт «Черный лес». У каждого из них свои секреты приготовления блюд, но объединяет их любовь к поварскому делу. Я с детства люблю готовить. Готовка мне приносит огромное удовольствие. Думаю, что я смогу. Рассчитываю на свои силы. У меня бабушка тоже была поваром. Мне изначально понравилось то, что я готовлюсь с ней и решила по стопам пойти. Я хотела узнать для себя что-нибудь новое, открыть, узнать, как это, каково быть конкурсантом. За процессом приготовления блюд, соблюдением санитарных норм, а также временем выполнения и подачи следят опытные эксперты, которые не один год посвятили поварскому делу. Каждый участник, они все справятся со своим заданием. Почему? Потому что сегодня они все проявляют все свои умения и навыки. Все стараются, все справляются со своим заданием. За второй день нашего конкурса никаких нарушений не выявлено. Дети настроены серьезно. Каждый хочет победить, что не может не радовать. Путь к сердцу экспертов лежит через желудок, как высоким баллом через мастерство участников. Членам жюри предстояло оценить подачу, измерить температуру и вес порции, а также соответствие по трем пунктам – равиолесная начинка, гарнир и соус. После необходимой процедуры эксперты приступили к дегустации горячего блюда. Оценивали оригинальность рецептуры и вкусовые качества. Я могу твердо сказать, что участники справились с заданием. Что хочу сказать, действительно, реально, да, вкусно получилось. Спасибо детям. Конечно, с большим волнением они все это делали, но все-таки они справились с поставленной задачей. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карпенко, Вести Карпенко. Счастье только вместе, считают герои следующего сюжета. В поселке Метногорске Уропского района семья Капыриных отметила бриллиантовую свадьбу. 60 лет совместной жизни. Счастливой семейной четой встретился Али Баташев. Когда появился интернет, одноклассница моя по фамилии нашла меня и говорит, так ты замуж вышла за своего Юру. Я говорю, ну да, она говорит, да. Красивый был у вас роман в школе. Вся школа вам завидовала. Спустя несколько лет школьный роман стал сказкой со счастливым концом. Ради своей любимой Гали курсант училища МВД Свердловска Юрий Копырин рискнул комсомольской карьерой и после ЗАГСа отправился в храм для обряда венчания. Теща моя, как говорится, под венец. И вот мы пошли, значит, в храм. Я в курсантской одежде полностью, значит, в шинели, в закрытых дверях в храме. Красивый храм у нас. Нас обвенчали. Венчали такие колечки были, знаете, такие простенькие дюралевые, там, покрытые, значит, там, медью. Мне было все равно, лишь бы она была моя. Венчаться, там, под расстрелы идти, там, и как-то мне было все равно. Честное слово, вот говорю, вот не кривя душой, говорю, вот это самое. Счастливым продолжением семейной жизни стало рождение сыновей Андрея и Никиты. Кстати, они оба окончили Суворовское училище и стали военными. А для внуков семьи Копыриных бабушка с дедушкой стали примером большой любви. Один раз и на всю жизнь. Вот это богатство, не главное. Главное – это семья. Дети. Вот рожайте больше детей. Вот дети. У нас вот двое детей. Один погиб. Один остался. И мы прямо вот на него, не знаю, не надышимся. Это он один. А если их было много, еще было лучше. И вот сейчас чувствуем тепло. Внуки отдают нам то, что мы им вот маленькими отдали. Они нам сейчас это тепло отдают. И думаешь, как это, вот это счастье. Крепкая и сильная семья – основа сильной страны. Сейчас у Копыриных семеро внуков и трое правнуков. С бриллиантовой свадьбой супругов поздравили представители администрации и ЗАГСа. Честно, плакать прям хочется. Вот от радости за то, что люди столько времени прожили. Во-первых, так бодро выглядят. Сохранили свою любовь. И просто вот такие моменты для меня вообще очень чувствительные. Даже до слез. В жизни Читы Копыриных не обошлось без испытаний. Так на учениях погиб старший сын Андрей. Юрий Михайлович перенес тяжелое заболевание, семь операций. Но благодаря неустанной заботе второй половинки чувствует себя намного лучше. Это прекрасно. Прожили мы 60. И еще бы хотели прожить 60. Если Всевышний нам позволит, разрешит, значит, как говорится. И тогда мы бриллиант этот ограним. Супруги поддерживают друг друга и в горе, и в радости. Они утверждают, что секрет их семейного счастья – любовь, взаимопонимание, терпение и умение прощать. Алибаташев Ольга Савенко, Мухаммед Ашебоков. Вести Карачаева, Черкесия. Урупский район. Около 200 преподавателей детских школ искусств со всех уголков Карачаева-Черкесии приняли участие в шестом республиканском конкурсе исполнительского мастерства. В этом году он посвящен 220-летию сотня рождения великого русского композитора Михаила Глинки. Музыкальное состязание проходило в шести номинациях. На мероприятии побывал и Алихан Лепшоков. Этот конкурс призван повышать профессиональное музыкальное мастерство педагогов. В фойе первой детской школы искусств Черкеска была представлена экспозиция. Здесь можно ознакомиться с работами преподавателей. Важно отметить, что конкурс посвящен 220-летию со дня рождения великого русского композитора Михаила Глинки. Отрадно видеть, что наши учителя музыки продолжают развиваться, радуя нас своими яркими выступлениями, отмечает организатор мероприятия. У нас 220-летие со дня рождения Михаила Глинки. Это русский композитор, который создал шедевры. Он очень развивал патриотическую тему. То есть Иван Сусанин, сказки Руслана Людмила Пушкина. Нас интересует то, что он все-таки гражданин нашей Родины и занимался пропагандой в творчестве российского искусства. То есть музыка, она выбирает, его музыка выбирает истоки многих народов. Участники конкурса выступали в разных номинациях и как солисты в составе оркестров или ансамблей. Преподаватели демонстрировали прекрасную игру, а звуки инструментов буквально завораживали своей мелодичностью и профессионализмом исполнения. С каждым разом этот конкурс становится интересным. И очень приятно видеть, что участников становится больше, отмечают конкурсанты. Мы обогащаемся опытом с другими исполнителями, с нашими коллегами. Все мы знаем друг друга по нашей республике. Очень приятно здесь вновь встретить всех наших знакомых, всех наших коллег. Кроме этого, конечно же, мы все с радостью исполняем произведения музыкальные. И это возможность побывать на сцене, на которой нас оценят действительно серьезные жюри, наши уважаемые коллеги, наши руководители. По итогам конкурса члены жюри определили лучших во всех номинациях музыкального состязания. В Центре развития предпринимательства на Горького 8 продолжает свою работу рыбная лавка Дары Камчатки. Подробнее расскажет Светлана Шаганова. Узнав об открытии ярмарки, жители республики поспешили за вкусной и полезной рыбой. Ассортимент разнообразный. Наисвежайшая – чавыча, сёмга, кижуч, кита, белорыбеца, палтус, омуль, корюшка – выбор огромный. В этой рыбе содержатся уникальные жиры, которые полезны для здоровья. Наша любимая лососевая рыба – это чавыча. Самая жирная, самая вкусная, многокалорийная, омега-6. Аминокислоты – это всё в этой рыбке есть. И не только в этой чавыче, и в белорыбеце. Рыбаки Камчатки привезли в Карачаево-Черкесию красную икру. Здесь и всеми любимая селёдка из Кумбрия, консервы. Рыбная лавка порадует всех любимыми яствами. Заходите продегустировать и просто купить хорошую рыбку до конца недели в Центре развития предпринимательства на улице Горького 8. Приходите в нашу рыбную лавку. Всё лучшее для вас. Светлана Шаганова, Олег Молхожев. Вести. Карачаево-Черкесия. На этом субботний выпуск «Вестей» подошёл к концу. Приятных вам выходных и всего доброго.